Май 1937 года. Вблизи Северного полюса приземляется советский самолет. Люди выходят, разбивают палатки, ставят радиомачту. Это была первая в мире полярная станция. Именно тогда начались серьезные научные исследования региона. А уже в начале 21 века дан старт промышленному освоению Арктики. Итак, мы находимся в Печорском море, в 60 километрах от берега. На платформе трудится не менее 150 человек. Здесь есть все для жизни и работы. При этом платформа автономна. Всего необходимого хватит на три месяца. Платформу можно считать островом. Естественно, искусственным. Основание платформы стоит на дне. А вот как это получилось. Немного предыстории. Строили платформу не в Печорском море, а на Большой земле. В городе Северодвинске. Затем сооружение по морю переместили в Мурманск, где строительные работы продолжились. И только оттуда платформа отправилась на место постоянной дислокации. Здесь она приняла водный балласт и легла на грунт. А затем ее обсыпали щебнем и валунами, чтобы подводные течения не подмывали основание. На дне платформа удерживается под собственным весом. Поэтому ее и называют гравитационная. Самая массивная часть платформы – кессон. Для большей устойчивости к коррозии и износу, его стены выполнены из 4-сантиметрового слоя плакированной стали. Такая сталь отличается высокой твердостью и стойкостью к агрессивным морским средам. Изнутри стены тоже стальные, а между металлом – 3-х метровый слой сверхпрочного бетона. Он, а также вода, что внутри кессона, и выполняет роль балласта. Такую махину не раздавят ни льды, ни волны, не сдвинут даже землетрясения силой до 6 баллов. А все это нужно, чтобы добывать здесь нефть. Платформа стоит ровно в центре приразломного месторождения. Открыли его в конце 80-х годов прошлого столетия. Добывать и одновременно бурить, точнее наоборот, будут каждый день. Климат не помеха. Буровая утеплена, сетка направлений, считайте, что под колпаком, внутри кессона. Всего скважин планируется 36. Применять будут технологию горизонтального бурения. Так что скважины от приразломной протянутся на многие километры вглубь продуктивных горизонтов, в том числе весьма удаленных от самой платформы. Вы спросите, а куда денут отходы бурения? Нет, никто в море их выбрасывать или сливать не будет. Точно так же, как и весь промышленный и бытовой мусор. Для утилизации отходов бурения предусмотрена поглощающая скважина. В нее и будут закачивать. А пока такой скважины нет, весь мусор с платформы пакуется и вывозится судами-снабженцами на материк, где все перерабатывается. Вернемся к черному золоту. Дожидаться танкеров товарная нефть будет в кессоне. Он не только опорное основание платформы, но и большое нефтехранилище. Вывозить же нефть с платформы будут два челночных танкера. А грузить на них ценное сырье — специальная система, которую кратко именуют «купон». Благодаря устройству танкеру не нужно подходить близко к платформе. Купон дотянется сам и дотянет погрузочный трубопровод. Один такой танкер мощные насосы заполнят за 8-9 часов. Первую нефть на «Приразломной» добыли в конце 2013 года. В апреле 2014-го отправили первый танкер. Так что промышленная история масштабного арктического проекта «Приразломная» только-только начинается. Редактор субтитров А.Семкин